добрый день друзья очередная рубрика что купил не так много покупок в основном все они сделаны в россии вот этот диск про который говорил в предыдущем обзоре значит два месяца провалялся на таможне не знаю по какой причине просто была утеряна посылка шоу отдельном пакете и сейчас я поговорю немножко о том как доставляются посылки сша посредниками их целое множество конкретно вот эта посылка шла через он акс ru одна из контор которая занимается доставка преимущество ее в принципе небольшие цены при больших объемах то есть за каждый следующий килограмм цена в общем то снижается и достигает ну если вот набрать 57 кило где-то 11 долларов за килограмм основной недостаток собственно из-за чего была посылка утеряна это то что при консолидации нескольких позиций все они идут своих родных упаковках вот в которых пришли собственно склад посредника раньше они клали все в одну коробку все это шло в целости и сохранности теперь идет по частям я уже показывал то есть вот может прийти диск вот в такой вот упаковке то есть вытащить либо повредить его не составит никакого труда еще один из недостатков этого посредника это то что он дробит посылки через разные страны то есть часть посылок идет через армению с чем это связано я тоже не знаю крайний раз попробовал ну я так решил что они пытаются таким образом там можно лимит снизить то есть оформляете вы все одной посылкой консолидированы но часть из них идет через армению часть идет через россию но вот предыдущий раз все прошло через россии мне пришлось заплатить таможенную пошлину за превышение беспошлиного порога в общем-то попался и на трюк хотя до этого все посылки шли вот таким вот образом есть недостаток самый главный да то что не перепаковывать всю общую посылку то есть посылки могут потеряться и достаточно долгие сроки доставки занимает до двух недель то есть из армении приходит очень быстро вот напрямую через россию растамаживается уже через шереметьево все это происходит очень долго теперь про быструю доставку пришел ко мне масляный импакт 2760 я уже писал про него покупал вместе со скидкой от ebay social за 84 85 где-то долларов доставка обошлась что-то в районе 18 заказывал через просто бокс есть у них такой мини-сервис где вы заранее забиваете трек номер оформляйте декларацию и если посылка одна ну то есть одно не составная какая-то сборная с разных адресов одна цельная то можно там по экономному тарифу заказать за достаточно небольшую плату преимущество вот этого просто бокса это очень быстрая доставка и забрать посылку можно из вот этих вот постаматов которые в принципе по всей стране то есть из любой принц худо бедного там города где присутствуют постаматы боксбери посылку можно получить самостоятельно нет никаких курьеров вот это вот все он икса привозит они экспресс то есть нужно ждать курьеры и соответственно возникают вот разные проблемы то вы не дома то еще где-то в этом плане вот сервис от просто боксман куда более практичный ну и экономных тоже время однако есть немаловажный момент он x-ru он доставляет аккумулятора отдельно на вот просто бокс доставляет только с ограничениями то есть аккумулятор должен идти в комплекте с инструментом в одной упаковке и не превышать там то ли 5 ампер часов я уже точно деталь не помню короче говоря отдельно аккумуляторы через просто бокс доставить не получится теперь что касается того чем не закупился для стройки сезон начался вы наверное уже все увидели офигели оценки с ровно в два раза задрали на все там от фанеры до арматуры цены я думаю стоит немного переждать это не отбивает свой недостаток предыдущего к видного сезона когда не могли торговать в полную меру надо наверное подождать немножко пока цены спадут вот потом будет видно на первое это офсетная или эксцентриковая насадка к шуруповерту метабо power max цена никак не поменялась с момента покупки сама шуруповерта купил только сейчас имею милковский pdx но у меня для городских условий разница смотрите то есть при выборе эксцентриковой насадки но вообще шуруповерта с возможностью применения такой насадки обращать момент на вот этот отступ собственно все насколько битодержатель сам и корпус от стоят друг от друга то есть у мелки он где-то порядка наверно сантиметров здесь на на миллиметра 4 3 то есть при ты где-то заподлицо при прикосновении с какой-то при совмещении с какой-то плоскостью сверлить вот этим будет гораздо удобнее чем милковский с этим я уже достаточно много поработал и встречал такую проблему когда немного приходится особенно при рассверливании отверстия не при закручивании самореза при же сверливание мешает вот этот на балдашник достаточно сильно выпирает что и мешало сделать вот такой компактный не знаю милковский официальная цена 4 300 этот 1800 в преддверии тестов заказал много чего от крафту понравились не очень биты вот эти вот японские сделано в японии взял я эти же самые биты pz2 в варианте 100 миллиметров взял торкс и 15 то же самое не знаю кто производитель если кто-то в курсе подскажите и у давно гонялся за такими же с этими длинными битами есть у меня от другого производителя но они пешные долго искал наконец нашел посмотрим насколько хороши тоже от крафту трещотках на 3 8 дюйма 72 зубца раскрыл механизм посмотрел нет никакой смазки вот этот сам барабан зубцами настолько мелкие что я не знаю выдержит он какие-то усилия или нет удивила дата выпуска 2014 год вороток от force тоже на 3 8 дюйма смотрим на качество как сделано у крафту понятно что крафту это бренд force это свой собственный завод но торец рукоятки курс вообще убил просто на крепкость то вроде нормально качество изготовления не очень также взял универсальный съемник под брендом крафту здесь три съемника которые крепятся вот на эти два шпинька заменяет по сути собой шесть съемников насколько удобно будет работе не знаю но мне не часто приходится работать со стопранными этими кольцами поэтому я решил взять такой вот вариант универсальным теперь о дисках по дереву значит про этот диск я уже рассказывал сделан он методом гальвана пластики производится в штатах то есть это одна из самых есть у них еще черного цвета самому по моему грубую фракция показывал я желтой мелкой фракции вот это вроде бы такой средней грубости посмотрим как он покажется в работе сравним ему с альфа диска стоимость тоже в районе 60 долларов но со всякими там бонусами прочими вещами удалось мне ухватить за 35 долларов с рук вот не в магазине магазин таких скидок не бывает а вот с рук частники не знаю как они достает все эти вещи но у них бывают очень хорошие скидки теперь о немецком диске производитель кайна как по-немецки читать я не знаю значит занимается вот такими кастомными дисками конкретно этот диск взят для пазов для работы зачистки пазов так скажем после прохождения цепной пилой потому что не мультитул не сама вот это вот цепная пила достаточно долго и не вырабатывает хотел взять на пробу очень много уходит времени на зачистку вот этих проемов под брусок т-образный под т-образную обсаду из не совсем приятных вещей проставка полимерно то есть изначально диска сделан с посадочным 28 и в комплекте идет вот такая вот проставка на штатный размер уши посмотрим вначале как она себя ведет на каких оборотах начинает болтаться надеюсь люфтов никаких не будет если что просто у токаря закажу такую же проставку из металла и взял я еще графский диск он конечно для зачистки пазов не очень годится вот я с ним не работал много слышу про него хорошие отзывы посмотрим насколько он универсален из-за такой толщины конечно вырабатывать вычищать паз будет достаточно тяжело но его стоимость не такая большая поэтому можно взять для пробы посмотреть через этого получится так из мелки угловая насадка под импакт под шуруповерт пожалуй самая компактная из всех угловых насадок которые существуют вот моим шуруповертом примеру насадки вот такой вот длины идут то есть достаточно убого все это смотрится когда лезешь куда-то в узкое место здесь толщина самая большая 35 миллиметров рассчитан как по шуруповерт и таки под ударный инструмент достаточно примитивной конструкции потом разберу посмотрю как все устроено и погоняю уже на импакте надеюсь ничего не развалится в комплекте шли 10 бит то есть это торкс и ходовые размеры позитки три штуки по моему до позит 1 позит 2 двух вариантах позит 3 и пешка вторая вот биты новые вот с этими посеребреными головками стоимость что-то в районе той же тоже 1800 рублей но достаточно демократичная цена я думаю диволка ценник примерно такой же продается у официалов теперь по сверлом часть из них я уже показывал значит сверла универсальный по кирпичу бетону керамики пластику дереву стали но брал я их для определенных задач забуриваться сразу через деревянный брусок керамзит бетонный блок здесь комплекте идут 8 сверел 6 8 10 12 номер и две пятерки одна шестерка и четверка я дополнил еще комплект троечкой и вот такой вот пятерочкой 150 миллиметровый максимальная длина не продаются отдельно вот эти буры с хвостовиком под но четвертую дюйма шестигранник максимальная длина у них 260 миллиметров насколько помню можно докупить отдельно но бокс влезает не больше 15 сантиметров два запасных гнезда с этой стороны светы цветы заполнено уже с это вот осталось еще крайне после тестовых засверловок кирпич три раза это засверлился появились вот такие вот скольчики я не знаю может там что-то в кирпиче было кварцевые либо железная зацепилась но я не думаю что по железу они будут хорошо ходить особенно после кирпича и бетонные тоже не думаю что будет хорошо идти с импактом не с ударной дрелью не с импактом все равно перфоратор тут впереди планета всей как ни крути второй комплект сверел это тоже сверла шестигранниками шестигранном хвостовиком точнее для чего то вот для тех же самых угловых оффсетных вот этих вот насадок где-то приходится засверливаться прямо плоскости вот так и столкнулся с такой проблем уже не первый раз поэтому взял вот такой вот наборчик есть у меня американский набор тоже мелко не обрадовали меня качеством эти сверла вот эти крупные ходовые размеры десяткой двенашка уже сели там буквально на первых на вторых дырках здесь вот у этой новой серии у них появилась вот такой вот форма головка код печь то есть она выпирающим что-то похоже есть удивал то насколько помню пошла вот эта новая тема потому что большим сверлом даже вот на профиле обычные средней твердости подсаживается она все очень быстро мне это удивило то есть по сравнению советскими сверлами небо и земля прям советским можно будет там не знаю 100 дырок без заточки а эти садятся буквально там на 2 на 3 дырки то саморезы которые взял на тест набрал их от разных производителей но больше всего понравилось мне вот тут хим тексов китайцы кстати не не европа понравились головки вот это вот форма то меня по моему 75 60 очень маленькая головка по torx и вот такие вот есть прорези причем они такие ярко выражены для зенковки надеюсь что они будут ходить плотно сам юсби то есть заподлицо не выпирая как получается с черным саморезом как у них на половину шляпка толстого вылазит и потом уже следующий материал крепить достаточно тяжело либо проваливаться туда с мясом если посильнее нажать ну и качество самих саморезов достаточно приличное сравнивалось руссканок тоже взял небольшой какие-то итальянцы там у меня были и польские саморезы вот эти хим текс по соотношению цена-качество одни из лучших спасибо кстати людям которые дают мне советы моих постах в сообществе там много достаточно обсуждений тоже подключайтесь потому что полезно иногда просто послушать они так купить потом уже после обзора выяснить что купил не то ну и керн забыл о нем рассказать не такая уж важно конечно уникальная вещь кен тоже открофту я не знаю кто его производит значит сменная у него наконечник автоматически кем то есть нажал получил отметку что обрадовало тут наличие сменного наконечника правда я не видел их пока продажи ну и стоимость у него не такая большая посмотрим сколько он будет хорош в работе потому что стучать молотышком ну и порой нету возможности нету места пролезть молотку то есть автоматически кернат тоже необходимо достаточно вещь ну а на этом все я жду биты от макиты которые уже идут почти месяц никак не дойдут проблема с тем что у них склад центрально находится где-то в сибири по моему город новосибирск вот и мой заказ который я сделал начале мая он что-то никак не придет никак из-за вот это вот логистической фигни то есть биты выпустили продажи получается нету то есть они на сайте то висят фактически они отсутствуют продажи будем ждать и надеюсь я вас не разочарую своим тестом ударных бит формата z2 на этом с вами прощаюсь всем пока